В Новый год с новой квартирой жители поселка Мостотряд продолжают получать квартиры в новеньких домах по улице Ипподромной. Отсутствие благоустройства прилегающей территории готовы пережить. Ведь пока микрорайон Север-1 не будет сдан полностью, о благоустройстве не может быть и речи. С остальными проблемами пообещали разобраться губернатор Сергей Морозов и глава города Ульяновска Сергей Панчин, которые осмотрели строительную площадку нового дома. Квартиры у застройщика для переселенцев выкупаются на бюджетные деньги. Мы выкупаем городом, это деньги из трех бюджетов. Я хочу сегодня сказать большое спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову, депутатам всех уровней, законодательного собрания, городской думы, потому что это бюджет федеральный, бюджет областной и бюджет городской. Вот бюджет федеральный и городской, вернее областной и городской, мы идем 50 на 50. Мы выкупаем здесь 100 квартир. 100 квартир – это в строящемся доме. В сданных домах уже живут люди. Новоселы улыбаются. Живут хоть и в новых домах, но соседей всех знают. Много лет жили по соседству в мостотряде. В целом, квартирами довольны, надеются, что оставшиеся недочеты будут исправлены в ближайшее время. Я переселенец с мостотряда, с опасной зоны. Квартира мне очень нравится, очень мне нравится, все хорошо. Единственный вопрос – лифты плохо у нас работают. Единственное, что могу сказать. А так мне все устраивает. Кроме того, жителей заботит пока неналаженное транспортное сообщение и малое освещение микрорайона. Городские власти заверяют, что эти проблемы можно решить в течение 10 дней. Ульяновская область весьма неплохо справляется с требованиями федеральной программы по строительству жилья. На сегодняшний день в Российской Федерации существует программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в которой регион у нас принимает посредственное участие. В соответствии с данной программой на территории Ульяновской области предлагается до 2024 года переселить 2500 человек из 139 квартирных аварийных домов и вселить порядка 44 тысяч метров квадратного жилого фонда с общим объемом финансирования почти 2 миллиарда рублей. В период 2019-2020 год с федеральной поддержкой планируется вселить 13 аварийных домов. Этот показатель уже перевыполнен. Переселено 187 человек из 87 жилых помещений. Но темпы строительства регион снижать не собирается. На повестке дня комплексная застройка. Если мы будем просто смотреть на жилье как на индивидуальные какие-то строения, то, наверное, будет это неправильно. Мы научились уже комплексно строить жилье. Мы научились внимательно смотреть на то, чтобы рядом с жилыми домами находились образовательные, культурные, спортивные учреждения, учреждения дополнительного образования. Полностью микрорайон Север-1 будет сдан в 2023 году. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых дома. Скоро еще 100 квартир будут готовы принять новых хозяев. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ